Железнодорожный вокзал в Звенигороде – первое, что видят гости города, выходя из электропоездов. В течение суток на станцию заходит 19 пар электричек. Средний пассажиропоток составляет порядка 800 человек ежедневно. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации проектов «Безопасные дороги и городская среда» провел инспекцию здания вокзала, прилегающей территории и железнодорожных путей. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Неопрятный вид самого здания, некачественная уборка прилегающей территории, снег на ступенях, отсутствие противогололедной обработки, неудобное расположение пандусов для людей с ограниченными возможностями здоровья, отсутствие единого стандарта в оформлении стендов. Вопрос исправления выявленных недочетов глава округа взял под личный контроль. В ходе инспекции глава муниципалитета также проехал по автобусному маршруту номер 22. Ранее жители города пожаловались на то, что зачастую приходится буквально бегом преодолевать дистанцию, чтобы успеть на электричку. Для решения данной проблемы Андрей Иванов поручил соответствующему управлению разобраться в ситуации и синхронизировать график движения автобусов, которые заезжают на в Суэз-Венигород с расписанием электропоездов. У нас постоянно возникает вопрос, что люди не могут уехать. Чтобы быть здесь 5 часов, в 4.30 они точно должны стартовать. Это без учета, что они покупают билеты. Но благо сейчас есть различные карточки, как бы заранее нужно это как раз проработать, и выгоднее, да, так получается, проехать. Надо тогда поговорить со всеми, с нашими инициативными группами. И это должно быть из каждого, не правильно. То есть, авторизировать, там нужно понимать эти окна. Всего в 2023 году округ получит 39 машин разного класса. Это позволит в значительной степени обновить подвижной состав, снизить процент невыхода транспортных средств на линию и повысить точность соблюдения расписания на маршрутах Одинцовского округа. Елена Краева, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова